Итак, добрый день. Сегодняшний обзор хочу посвятить коллекционному изданию Анна 2070. Собственно, я небольшой фанат данной серии игр, но вот эта часть меня очень сильно привлекла тем, что, во-первых, выглядит она очень графически красиво. Также здесь идея футуризма, то есть развития человечества в будущем. Как показывает наша история данной игры, предыдущая часть вообще была в 1440 году, если не ошибаюсь, конечно. И тут резко они предпочитают выбрать 2070 год, а до этого они делали только старые времена. Ну, собственно, приступим к обзору данной коллекционного издания. Представлен перед нами обычный диск, ну, DVD-бокс пластиковый, который находится в картонном коробе. Выполнен в стиле металлик, то есть это серебряный, видите, цвет, можете посмотреть, как он отражает. Цвета данного бокса тоже подобраны идеально, то есть мягкие цвета, которые не раздражают глаз. Также сзади у нас описывается краткое описание игры и кое-какие моменты из игры. И можно увидеть, что же находится у нас в коробке сразу. Собственно, давайте приступим, посмотрим, что у нас внутри. Я, конечно, приношу извинения, что я могу долго вытаскивать этот диск из данного короба, потому что работать мне приходится одной рукой. Собственно, штатива у меня пока нету, поэтому как-то так. Ну, оп, вроде получается у меня это достаточно успешно, да, оп, супер просто. Так, и радует еще то, что игра полностью на русском, о чем говорит нам вот этот вот самый значок. И еще что радует в данном издании, это то, что коробка не закрывается полностью. Собственно, это намекает только на одно, что внутри огромное количество плюшек, которые нас порадуют, конечно же. Собственно, открываем коробку и наблюдаем, значит, что мы наблюдаем. Диск с игрой. Сразу его беру в сторонку, чтобы вы могли в итоге разглядеть, что у нас получится за картинка на заднем фоне. Далее у нас идет два диска, целых два, с саундтреком. Собственно, в игре у вас стоит выбор развиваться либо в сторону экологии, либо в сторону технологии. То есть, вы можете строить заводы, там, задымленный мир, или же развивать экологию, то есть, там, поддерживать чистоту и порядок, как говорится. Собственно, для каждого выбора есть свой саундтрек. Собственно, сначала мы увидим экологию. Эко. Диск находится у нас в картонной коробочке. Ну, надеюсь, вам не обязательно показывать диск внутри. Ну, собственно, плотный картон, очень хорошо сделано. На первом диске у нас 30 треков экология. Дальше у нас идет вот индустриализм производства. Собственно, здесь у нас 34 трека. Наверное, разработчик саундтрека больше любит индустриализм, поскольку постарался сделать сюда больше треков, чем в экологии. Ну, ладно. Дальше у нас идет буклета с DLS. ДЛСов у нас три. Значит, это у нас морской леопард. Это боевая раскраска для ваших кораблей, которая позволяет вам, допустим, более устрашающий вид делать. Далее у нас идет ультразвуковый модуль. Это уже для экологии идет развитие. То есть, ваши корабли призывают стаи дельфинов, которые сопровождают их в пути. Ну, особого как бы эффекта от этого никакого. Чисто просто красиво, визуально. И добавляет единственное полезное DLS. Это Бриона Ибари. Данный DLS открывает, скажем так, торговку, которая делает улучшение различных разработок с помощью нанотехнологий. Да, нанотехнологии рулит. Далее у нас идет обычное руководство пользователя. Ошибся я, конечно, с артбуком. Нет его здесь. Собственно, обычное руководство пользователя идет. Ключ у нас сделали спереди. Не знаю, зачем, но разницы особо нет. Ладно. Собственно, самое руководство пользователя у нас черно-белое. Но зато оно детальное. То есть, тут интерфейс рассказывается у нас. Тут про постройки, про технологии, про выборы. То есть, как вы будете следовать в вашем пути. Здесь достаточно много всего. Налоги, вот я вижу управление, сетевая игра. То есть, все, что надо, то есть. Так, далее у нас в последней части коллекционного издания это плакатик. Ах да, вот, собственно, та самая картинка, о которой я говорил вначале. Собственно, город будущий, вот футоризм, мы видим здесь. Очень красиво сделано. Собственно, так, плакатик. Он достаточно полезен для игроков. Его полезность я сейчас объясню. Собственно, сначала мы видим сам плакат. Он двухсторонний у нас. Чисто просто картинка визуальная, как на картинке, ну, передней на нашем боксе. А другая часть плакатика, это у нас древо технологии с горячими клавишами. То есть, вы можете повесить его на стену и сразу же быстренько обращаться к нему. Горячие клавиши описаны сбоку. Дальше у нас есть древо технологии экологии, магнаты, то есть технологии. И вот тут, собственно, обычные технологии. Здесь все полностью расписано. Что, как, что получать. Транспорт там. Строим материалы различные. Что, как, зачем, почему. Здесь все ясно и наглядно. Собственно, на мой взгляд, это достаточно удобно, если вы решите окунуться в эту игру совсем с головой. Погрузиться в нее. Ну, вот, собственно, наверное, и все. На этом закончен наш обзор. Надеюсь, вам было приятно нас смотреть. Ждите дальнейших видео. Продолжение следует...